35 семей Карагандинской области сегодня отметили долгожданное новоселье. В день защиты детей руководство Казахмыса вручило ключи от квартир своим сотрудникам, которые воспитывают детей с особыми потребностями. Тем самым горно-металлургический гигант продолжил добрую традицию по улучшению бытовых условий трудящихся. До этого за прошедшие три года недвижимость от холдинга получили 186 многодетных семей. Все подробности в материале наших корреспондентов. Вам желаю в этой квартире счастья, благополучия, всего самого-самого хорошего желаю вам. Будьте счастливы. Спасибо огромное. Это начало лета в семье Бахай точно никогда не забудут. Четырехкомнатная квартира еще и с ремонтом, мебелью, бытовой техникой в элитном районе Караганды. То, о чем долго мечтали, может и не представляли, теперь и реальность. Вчера как позвонили, мы даже не поверили. Вот все то, что в этом доме, все мебель, бытовая техника, все здесь было. Вот то, что одеты, вот пришли в вещах и все, больше ничего с собой не брали. Мы даже такого не ожидали, если честно так. Даже не верится. Как уверяет Алло Абахай, главное теперь не придется скитаться по съемным квартирам. Супруг Азама трудится в Казахмысе уже 11 лет, а у старшего сына, к сожалению, сахарный диабет тяжелой формы. В холдинге, между тем, стараются оказывать максимальную поддержку для сотрудников, воспитывающих детей с особыми потребностями. Новые квартиры также получили трудящиеся в Балхаше, Сатпаеве и Жасказгане. На это было выделено порядка миллиарда тунген, было приобретено 35 квартир. Комиссионно приняли решение именно по самым остро нуждающимся. Так как таких нуждающихся семей много, принято решение, что до конца года это будет еще 50 квартир, то есть 50 семей, и что получат. В этот день пожелать нам всем и в первую очередь ребятишкам счастья, мирного неба, хорошей жизни. Впрочем, не забыли в Казахмысе и о детях, чьи родители погибли на производстве. Сегодня в день защиты детей они получили подарки. Развитию подрастающего поколения в холдинге уделяют большое внимание. Больше года уже функционирует детский реабилитационный центр Жасказгане, а в Караганде работает центр для детей с синдромом Дауна. И это еще не весь перечень реализуемых социальных проектов. Жасказгамбаев, Вера Шеллер, Дмитрий Обырк, Атамикен Бизнес, Карагандинская область. Редактор субтитров А.Семкин